Восьмерка 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 Чтобы катастрофа не повторилась, в районе схода оползня был обустроен магистральный дренаж и уложены собирающие влагу дренажные трубы. Помимо этого, вдоль всего спуска была сооружена сеть колодцев, один из которых соединились построенные в 1954 году штольни, находящиеся на балансе ОАО РЖД. Так что в воде будет куда уходить. Ну а устойчивость склона будут обеспечивать специальные инженерные сооружения, уложенные шпалы и щебень. Почему мы торопились именно открыть до первого числа? Потому что здесь будет организовано движение общественного транспорта. Это автобусы в первую очередь. Хорошо. И я просил, чтобы вы окончательно поработали мне вопрос, связанный с водоудалением, но уже по улице Кирова. Сергей Иванович, у нас есть проект, в этом году мы этого сделать не успели. Мне нужно проработать вопрос, чтобы... Есть документации, 100% делается проколом. Ливневка вдоль улицы Кирова, где-то длина там 387 метров. И эту работу мы сделаем, я думаю, в апреле следующего года. Для того, чтобы минимизировать вред новому полотну, движение по нему большегрузов будет запрещено. Теперь к речному порту они будут проезжать по собственному спуску. Пока дорога на транспортные восьмерки выполнена в ограниченном зимнем варианте, полный капитальный ремонт запланирован на 2017 год. Разрушение восьмерки сильнее всего отразилось на жителях Заволжья. Чтобы попасть на свой берег, им приходилось делать крюк, расходовать бензин и горюче-смазочные материалы. Сложности были и у пассажиров общественного транспорта. Теперь неприятности горожан закончились. Ну, по Киру, кто едет в новый город, кому надо, здесь быстрее получится, удобнее. Открытие восьмерки для ульяновцев стало настоящим праздником. Первые рейсовые автобусы были пущены сразу после визита Сергея Морозова. Да, очень неудобно было ездить. И как бы делали круг большой через новый мост. Сейчас красиво, очень хорошо стало. Всего на восстановление транспортной восьмерки было потрачено более 100 миллионов рублей. Несмотря на запуск движения, работы далеки от завершения. В будущем году компания-подрядчик продолжит укрепление склонов и уложит верхний слой дороги из щебена мастичного асфальтобетона, современного износостойкого материала. Подложка, нижние слои испористого асфальта, уже установлена. Андрей Творогов, Юрий Конихин, Павел Макаров. Новости ульяновской правды.